Привет, друзья! Выходные в последнее время насыщены событиями и новостями. И самое главное, ставки растут, а Украина в истерике делает новые ошибки. Поездка Зеленского в Мюнхен окончательно определила, что об Украине будут говорить без нее, и привела к выбору нового миротворца на политической арене. Не забудьте нажать на подписку, чтобы всегда быть с нами и первым быть в тени. Не просто так Байден был против поездки Зеленского в Мюнхен. Наблюдая, как дерзко украинский президент высказывался на встречах в Киеве с Макроном и Шольцем, что-то подобное ожидалось и в Мюнхене. И так и случилось. Многие украинские эксперты высказались позитивно о выступлении Зеленского. Мол, так честно, дерзко поставил всех на место. Важливый через эгоизм, самовпевненность, безответственность держав на глобальном уровне. Как наследок злочины одних и байдужисть других. Байдужисть, которая делает спевучастникам. Но так ли это? Президент действительно не церемонился в высказываниях, напрямую обвиняя Запад на гнетании ситуации своими всевозможными вбросами в СМИ. О том, что Украина вынуждена выпрашивать оружие у партнеров как благотворительность, когда Запад сам должен обеспечивать всем возможным, понимая, что именно Украина сдерживает агрессию России в Европе. Мы цянуем любую помощь, но все мы должны понимать, что это неблагодейные внески, про которые Украина должна просить или напомнить. Неблагодейные жесты, за которые Украина должна низко отклоняться. Это ваш внесок. У безопасности Европы и обеспечения мира, где Украина 8 лет, является защитом. Надежным, до речи. И 8 лет стримает одну из самых больших армий мира, которая стоит вдоволь наших кордонов, а не на кордонах страны Европейского Союза. Опять поднял вопрос по НАТО. Это относится и НАТО. Нам говорят, что двери открыты, но пока что сторонним входом заборонены. Если не все члены Альянса хотят нас видеть, або все члены Альянса не хотят нас видеть, скажите честно, открытые двери – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не руками не закрытые вопросы. Ну и, конечно же, тему по Минским соглашениям. Украина делает все возможное, чтобы разрушить обговорения и политических вопросов. В трехсторонней контактной группе, в Минском процессе лежат пропозиции, лежат драфты законные, но все заблоковано, никто про них не говорит. Маленькая ремарка по Минским. Громкие заявления – это, конечно, прекрасно, но где конструктив? Почему представители ОБСЕ зафиксировали, что соглашения не выполняются обеими стороны? Почему Запад наставит на выполнение Минска в том виде, в котором он есть, и речи ни о каких драфтах не идет? Кроме того, так никто и не увидел заготовки и предложения Зеленского по Минску, о которых он так много говорит. Стоит напомнить, что именно Зеленский уже подписывался в Париже в 2019 году и обещал Шольцу выполнение Минска. Но все время сдает заднюю. Поэтому очередные призывы Мюнхене выглядели неоднозначно. Да и чего в итоге добились? Несмотря на аплодисменты, Зеленский, можно сказать, получил пощечину. Многие осудили его выступление. В западных СМИ упрекнули президента, что он кусает руку дающего. Стали припоминать прошлого комика, назвали непокорным и невежливым. По данным политика, некоторые участники конференции были явно возмущены упреком в сторону западных союзников. Особенно Германии, принимающей страны мероприятия. Украину приняли и по факту осветили как истеричку, которая машет руками и требует. Всех называют плохими и предателями и хочет каких-то доказательств, что у нее есть партнеры. Сразу вспоминаю фразу Булгакова из Белой Гвардии. Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, не верь. Союзники сволочи. Так что речь Зеленского не произвела ожидаемого им эффекта, а скорее наоборот. Насторожила Запад. По санкциям ответ тоже однозначен. Пока не начнутся полномасштабные глобальные действия со стороны России, ничего вводить не будут. Даже хоть какие-нибудь, к чему призывают Кулеба. Опять склоняют к дипломатическим переговорам и отвечают, что воевать за Украину никто не собирается. Упоминание о НАТО в том числе в очередной раз велось к тому, что нас там не ждут. Пора запомнить и забыть. Запад не хочет усугублять и так непростую ситуацию, лишь бы угодить Украине. Ради этого стоило ехать? Нет. Ах да, правительство Нидерландово изменило свое решение и будет поставлять оружие Украине. Вот и все. Давно понятно, что не рассматривают серьезно ни одно заявление от Украины. А почему? Ну, во-первых, прекрасно осознают зависимость страны, в частности, в финансовом плане. Во-вторых, раскол внутри Украины на сегодняшний день – это некая гарантия, что страна не повернет курс в сторону России. А значит, это контролируемый вопрос. Ну, а глобальные вопросы обсуждают не с Зеленским, а между Путиным и Байденом. И если еще неделю назад в риторике звучало присутствие Украины, то сейчас этот вопрос уже напрямую и открыто между двух держав – РФ и США. Украине, можно сказать, уже влов дали понять, что ее судьба будет зависеть от договоренности между Путиным и Байденом. И на этом жирная точка. Не случайно тут же назначили нового переговорщика-миротворца в глобальных вопросах Франции. А все остальное – это внутренние вопросы нашей страны, и их нужно решать самим. Даже напоминание Зеленским о ядерном оружии никто всерьез не принял, поскольку прекрасно понимают, что никто не позволит возвращения Украины к ядерному статусу. Особенно сейчас, когда стоит вопрос о новой мировой архитектуре. Выбор Макрона не случайен. Еще не так давно ни Байден, ни Путин не планировали созваниваться, а тем более проводить встречи. На фоне информации США и Британии такие решения вызвали явную панику. Украина Украиной, а свои территории нужно защищать. У Макрона с Путиным отношения на «ты», а значит Путин ему доверяют. В ночь на понедельник Макрону дана была задача инициировать телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Потом с Байденом и озвучить о возможности провести саммит между президентами РФ и США. Официально обе стороны приняли предложение и только после этого состоялся звонок к Зеленскому, а после к союзнику США Великобритании. Вот какая маркерная позиция. Сначала со взрослыми дядями, основными игроками, а потом уже только Зеленским и союзником США. Украинская сторона позитивно отнеслась к проведению саммита. Так глава МИД Украины Дмитрий Кулево перед встречей со своими коллегами из ЕС заявил, что стоит попробовать любые усилия, направленные на дипломатическое решение. И он искренне надеется, что два президента выйдут из комнаты с соглашением о выводе российских войск из Украины. Ну а что нам еще теперь остается делать? Молчать и ждать. А вот с Британией интересный поворот. Лондон выдал на гора довольно неожиданное заявление. Джонсон согласился, что Россия и Украина должны выполнить Минские соглашения в полном объеме. Увидели позитив обещаний Путина Макрону вывести войска из Беларуси после окончания учения. Что это указывает на готовность Москвы к дипломатическому урегулированию и назвали предстоящую неделю решающей. Как неудобно получается. Но ничего, пришлют еще денег кредитных и это нас, надеюсь, успокоит. Саммит Путина и Байдена может пройти уже в ближайшие дни на нейтральной территории и не исключено, что в этот четверг. На этот же день запланирована встреча Пескова и Блинкина. По словам пресс-секретаря Пескова, президенты акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и полицсоветников. Песков допустил, что в ближайшие дни возможны контакты между РФ и Францией на уровне глав в МИД. В том числе глава МИД Франции Ледриан сообщил, что тоже планирует созвониться с российским коллегой Сергеем Лавровым и проинформирует партнеров по Евросоюзу о беседах Макрона с Путиным, Зеленским и Байденом. Предстоящая неделя действительно может стать решающей и сейчас вопрос дипломатии должен быть очень аккуратный и адекватный. Практически придется вальсировать на острых гранях. И пока такие согласия есть, все же остается надежда, что ситуация не станет усугубляться. Какую миссию сейчас возложили на Украину? Выполнить Минск. Остается вопрос, как Зеленский теперь это будет разруливать внутри страны. А если не станет, то что в итоге ждет Украину? Ну а если для тебя важно и ты хочешь быть всегда в теме, то не забудь подписаться. Увидимся.